Много я рассказываю вам про разный инструмент. Сегодня протестируем один. Это китайский гайковерт. Мне нужно заменить стаканы и подушки, так что как раз и протестируем его в деле. Гайковерт крайне полезная вещь, особенно когда он аккумуляторный, и не нужно таскать постоянно за собой ни провода, ни шланги. А этот компактный и мощный. В первую очередь я попытался открутить им болты на колесах. Получилось открутить только два, но это не из-за мощности гайковерта, а из-за того, что два болта были капец как сильно затянуты. Дальше я им раскручу наконечник, ступичную гайку на 30, а она большая если что, и несколько болтиков и гаек по мелочи. Продолжение следует... Поставка у гайковерта простая. Это само собой устройство, батарея с зарядным и несколько разных головок и переходник подбиты. Сразу скажу, что переходик фигня, а вот головки годные и для работы. Корпус гайковерта местами обрезинен так хорошо, считаю это плюсом, он не скользит в руках. Кроме квадрата на одну вторую, тут присутствует встроенный шестигранник на одну четвертую, для удлиненных бит, или стандартных, но с удлинителем. В квадрате сделано отверстие для фиксации головки, шарика нет. На корпусе редуктора присутствует странный элемент дизайна, в виде прозрачного пластикового кожуха, видимо для защиты при падении гайковерта. Мощность заявленная у данного инструмента 800 ньютон метров, а аккумулятор на 18 вольт. Я мощность не проверял, но у других гайковертов в магазине пишут разную информацию по мощности, так что я думаю, что это значение китайцы взяли просто с фонаря. А вот аккумулятор на 18 вольт готов поверить. С виду он добротный и при ремонте с авто я ни разу его не заряжал, а игрался я пару часов с машиной и крутил им регулярно. При настройке в работе особо много не расскажешь. При нажатии на курок панель включается, отображает на правом столбике степень зарядки АКБ и зажигает один из светодиодов, индицирующих режим работы. Режимы работы переключаются одной кнопкой, зависит от направления вращения. В прямом направлении по часовой стрелке два режима отображаются прямоугольниками. Нижний – низкая скорость, верхний – высокая. В обратном, против часовой стрелки, направление индикации режима осуществляется круглым индикатором, который загорается в режиме рывка. В обычном режиме гайковед просто крутит с высокой скоростью, а в режиме рывка он останавливается без нагрузки примерно через секунду. Это считаю удобным. При нажатии на курок чувствуется не плавное увеличение оборотов, а несколько фиксированных скоростей, а именно 830, 1050, 1200 и 1600. И последнее положение – максимальные обороты – 1850 или 2150. 1850 получаем только при вращении по часовой стрелке в режиме низких оборотов. В остальных режимах, то есть на откручивание и на высокой мощности на закручивание – 2150. И давайте теперь вживую посмотрим, как гайковерт будет работать, например, с закручиванием саморезов в дерево. И что сразу же могу отметить – это удобство инструмента вот этого. У меня есть болгарка аккумуляторная, от которой аккумулятор подходит на гайковерт. Крутит. Чтобы не было особых вопросов по мощности данного гайковерта, при завинчивании, вот именно обращаю внимание, при завинчивании вот таких вот больших саморезов. Это 180-й грубый саморез по дереву. Сейчас мы его сравним, этот гайковерт по мощности, с шуруповертом от DECO. Самым мощным шуруповертом, который у меня уже 2 года, наверное, я им пользуюсь, очень доволен. И мы этим сейчас шуруповертом закрутим, завинтим сюда этот саморез большой. Аккумулятор на шуруповерте не до конца заряжен, провтыкалось что-то с зарядкой, так что ставим на зарядку другой аккумулятор. И крутим этот длинный саморез. Шуруповерт справился с этой задачей. Не скажу, что очень легко, ему было тяжело. Давайте открутим. Очень горячий этот шуруп. И теперь ставим эту биту, что очень удобно, можно ставить эту биту сразу же в гнездо гайковерта. И вкручиваем уже в другое место. Один интересный нюанс только что произошел. Значит биты у нас короткие, и сюда если ставить напрямую биты, то они будут короткие соответственно. И они провалятся до самой, ну вот, в самый-самый низ. И нужно использовать или немножко длинные биты, или вот такой вот переходник. Сюда тоже нужны длинные биты оказывается. Ставил я вот такой вот переходник большой длинный. Прикол в том, что вот эта вот грань полу просто слизывает в гнездо, и этот саморез не закручивается. В данном варианте я не могу закрутить, вот не на сантиметр саморез. Предлагаем мучить гайковер дальше. И давайте попробуем, посмотрим как он закрутит вот такие вот саморезы сюда. То есть большой саморез. Шуруп он короче не закрутил, но попробуем вот такие. Это 70-ки, вроде если я не ошибаюсь. Итак, ставим его на фул, то есть не на максимальную мощность. И пробуем закрутить. Без проблем. Это у нас не на самую мощность. Теперь ставим на самый мощный режим, на power. Это только что был на фул. А сейчас на power. И вот что могу подытожить. По данному гайковерту. Штука очень классная, надежная. Вещь прикольная и очень полезная в мастерской, если особенно у вас есть свое авто. Где-то какие-то крутить гайки, откручивать или закручивать болты. То, что нужно. Если вы будете использовать, например, с такой вот болгаркой, то для вас будет большим плюсом то, что у них одинаковые аккумуляторы. И от нее работает, от этого аккумулятора работает как гайковерт, так и болгарка. Минусом гайковерта считаю то, что, опять же, я точно не могу сказать, или это минус, ну плюсом точно не назвать то, что он не может закручивать большие саморезы, как вы видели. Сюда в патрон вставить биту можно, и то длинную, но вообще гайковерт, наверное, для этого не предназначен. У гайковерта есть разные режимы работы полезные. На одном режиме можно сорвать, например, грань гайки. На втором это на режиме power. А на режиме full нельзя сорвать. То есть при работе данным гайковертом, ну или подобным, имейте это в виду. То есть ставьте нужные режимы для вашей работы. Штука классная. Рекомендую к покупке, если, конечно же, вас устраивает цена. И хочу сразу же сказать, что когда будете покупать, покупайте сразу два аккумулятора. Еще один нюанс состоит в том, что комплектные биты, которые идут, не биты, а головки, которые идут к гайковерту, хорошие. Можно работать. Только вот что вот данным переходником, он, короче, фигня вообще. Не знаю, гайковерт и так особо шрупы не закручивает. То есть, грубо говоря, зачем этот переходник, если в патроне есть вход на шестигранник, я не знаю. Ну и как вы видели, с этим переходником, в общем, он сам вроде крутится ровно. А если вставить в него сверло, допустим, то оно будет крутиться вот так вот. Вам спасибо, что смотрите. Хорошего вам дня или вечера. Ставьте лайки, если ролик был для вас полезен. И пишите, соответственно, комментарии, что вы думаете про данный гайковерт. Штука классная. Пока.